Всем привет из магазина First Buggy, с вами Залим и давайте сегодня поговорим о колясочке польского производства Annex RZ. Данная коляска обладает несколькими уникальными функциями и свойствами и за счет чего я думаю вас заинтересует данная коляска. И начну я вам рассказывать по традиции про коляску сверху вниз. И начну с ручки. Ручка высотой здесь от пола 103 сантиметра, из пененого материала выполнена ручка. Хват довольно-таки мягкий, но многие предпочитают из ако-кожи, когда обито. Наверное было бы лучше, если бы такой материал использовали. Козырек здесь состоит из двух секций с дополнительным свесом, что позволяет нам вполне неплохо закрыть ребенка от солнца и от непогоды. И отмечу сразу и про материал. Материал выполнен из плотной ткани и соответствует солнцезащитным стандартам ув 50 плюс. Козырек регулируется просто простым движением, никаких кнопок не надо отжимать. Отмечу и способ регулировки наклона. Во-первых, наклон регулируется до 170 градусов в лежачем положении и 125 градусов, 120 градусов, нет все-таки 125 градусов самое сидячее положение. Регулировка осуществляется здесь ремешком. Чтобы опустить спинку мы зажимаем крычажочек и опускаем вниз и это осуществляется одной рукой. Но чтобы поднять, удерживая колечко, мы вытягиваем фиксатор наверх. В лежачем положении длина спального места составляет 76 сантиметров, а длина, ширина, извините, 34. Подножка здесь также регулируется и регулируется в двух положениях. Опущенное положение и поднятое. В опущенном положении есть полочка, чтобы ребеночек сам наступал и залезал и садился сам. Бампер снимается с двух сторон, снимается нажатием на две кнопки и, соответственно, с двух сторон одновременно и ставим обратно. Внутренние ремни пятиточечные и имеются накладки на плечевой зоне и в паховой части и также есть подушечка для лучшей фиксации головы. Отмечу сразу же и колеса. Колеса здесь полиуретановые, передние колеса диаметром 13 сантиметров, задние 15. Амортизация здесь на каждом колесе. Багажничек здесь вполне просторный, с большим доступом. Для компактной коляски здесь вполне много пространства и благодаря большому объему доступу можно что-то существенное положить. Отмечу и такую пластиковые подкладки, чтобы провисание было минимальным. Складывается данная коляска. Откидывая сначала подножечку вверх, нажимаем кнопочку на ручке и вот таким вот образом. Что отмечу? Коляска в сложном виде будет размером 58, 46 и на 27. В сложном виде коляска стоит и весит коляска 6,9 килограмм. Что очень приятно, потому что путешествовать с такими колясками очень удобно. Ну и начну теперь с уникальной функции. Обычно такое положение, положение блока лицом от родителей используется с полугода и примерно до четырех лет, что и рассчитано на данная коляска, до 22 килограмм. Но есть одна особенность, которая позволяет нам использовать эту коляску с самого рождения. Для этого нам придется снять бампер и на двух молниях по бокам отстегнуть текстиль. Вот такой каркас снимается и переворачиваем и обратно на такие же молнии застегиваем блок. После чего нам придется переставить козырек. Снимаем козырек, соответственно, со стандартных мест. Фиксация здесь на резиночках и по специальном, соответственно, отсеке пластиковом. После чего вставляем в местах, откуда мы доставали бампер, фиксируем козырек также лицом к себе. Лишний свес от текстиля убирается в специальный отведенный кармашек на спинке коляски. И данное положение позволяет нам использовать коляску с самого рождения. На самом деле, на сегодняшний день не такой уж большой выбор колясок, который имеет делать, ну, имеется такая функция. И за счет чего коляской для путешествий travel-версия можно использовать с самого рождения. И при этом мы не теряем функцию складывания. И в таком положении также компактно будет коляска выглядеть в сложенном виде. Классная функция. Резюмируя, сказал бы, что за счет такой уникальной функции, за счет небольшого веса, прекрасного качества сборки, коляска достойно рассматривать. Ну, если вы ищете коляску в таком компактном ксементе. Поэтому, как минимум, советую посмотреть и оценить, подходит ли вам данная коляска. А, конечно же, выбор конечный за вами. И спасибо большое за просмотр. Мне придется с вами попрощаться. Всего доброго!